Кубок чемпионок Белкамне. Это соревнование в многоборье. Оценки четырех упражнений со скакалкой, обручем, мячом и булавами определяют результат. Ваш комментатор Наталья Пакуева на ваших экранах Симона Пеичева. Болгарская гимнастка, которая открывает нашу трансляцию с упражнением с мячом. Кубок чемпионок. 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 Есть не только вот в этом травмированном колене, но и вообще во всех движениях. Прыжки как будто бы неудобно выполнять, вот эти связки, как будто бы они составлены не совсем так, чтобы было удобно гимнастке. Видите, очень много было так называемой грязи в работе предмета. Вот очень долго висит кончик в скакалке, это тоже ошибка. Что касается оценок, то здесь они выставляются очень долго и пока нет даже оценки самой первой гимнастки Симоны Пейчевой. Поэтому мы будем рассказывать об оценках несколько позднее, как только они будут появляться. Что касается гимнасток из этого потока, то следующий выйдет Вера Сессина, затем Юлиана Найденова из Болгарии, третья гимнастка Болгарии. Затем Илона Осидовская из Белоруссии, Альмудена Сит, испанка и Олеся Мануйлова, наша гимнастка. Гимнастка из России. Все вы, конечно же, слышали о дисквалификации Алины Кабаевой и Ирины Чайщиной. В ближайшие полгода они не смогут выступать ни на одном турнире, если не будет пересмотрено решение антидопинговой комиссии. А это может произойти где-то через месяц, на следующем заседании исполкома. Так вот, пока они находятся в дисквалификации, за Россию выступают другие гимнастки. Ляйсан Утяшева и Зарина Гизикова. А Вера Сессина выступает в этом потоке вне конкурса. Она на ваших экранах с обручем. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потеря ни на чем. АПЛОДИСМЕНТЫ Элементарная вертушка обруча. И, по-моему, все-таки не вышел за площадку предмет. Но все равно это 3 десятые минус. Потеря из той серии, что получилась у Алины Кабаевой на Олимпийских играх. 26 658. Мы видели оценку Симоны Пейчевой. Вот повтор этой потери. Раз, два, три шага. Три десятые. Если бы гимнастка сделала более пяти шагов, наказание было бы в полбала. Сейчас на площадке Юлиана Найденова, гимнастка из Болгарии. Тренирует ее Элизабет Колева. Она приезжала уже к нам в Москву в августе прошлого года на московский этап гран-при. Это третья гимнастка Болгарии на чемпионате мира. Она не отобралась в финал. Там выступала Симона Пейчева и Элизабет Пайсиева. Еще одна потеря. С момента начала нашей сегодняшней трансляции. Это полбала за потерю. Десятая за выход предмета за площадку. И десятая за выход гимнастки за площадку. И, ко всему прочему, еще не засчитают элемент. КОНЕЦ Болгарки приехали в Москву с Мариатой Дюковой, с тренером Симоном Пейчевой. Она сегодня появится в нашем эфире. Расскажет в интервью о подробностях подготовки к турнирам и вообще ситуации в Болгарии. А сейчас начала упражнение с булавами Илона Осидовская из Белоруссии. КОНЕЦ КОНЕЦ Илоне Осидовской жутко не повезло перед чемпионатом мира. За несколько месяцев она сломала ногу и начала тренироваться, по-моему, недели за три до поездки в Мадрид. Конечно, выступала она, но, например, в финал не попала. Вместо нее в финале выступала Инна Жукова. Она, кстати, сегодня тоже выступит в этом же потоке. Следом за Алисей Мануйловой. А это Альмудена Сид, первая гимнастка Испании. Испанцы почему-то в таком пресс-релизе для журналистов заявили вторым номером. Вторым номером заявили Эстер Домингес, гимнастка, которая выступала еще на Олимпийских играх. Но, в общем-то, сейчас очевидно, что она с гимнастикой окончательно распрощалась. И здесь вместо нее выступает Каролина Родригес. КОНЕЦ КОНЕЦ Альмудена Сид делает упражнения оригинальными за счет работы предмета, за счет оригинальных манипуляций. Вот в данном случае со скакалкой. Потому что, конечно, данных особенных нет. Таких данных, какие есть у гимнасток из России. И вот, кстати, отсутствие данных – это одна из причин, по которой бросила Эстер Домингес. Ну, во-первых, Эстер Домингес после Олимпийских игр поправилась. И если можно употребить такой хлебный термин – зачерствела. И по новой программе уже работать стало невозможно. Ну, вот Альмудена вроде бы выполняет какие-то сложности. У нее даже есть один оригинальный элемент, но он в мяче. Я расскажу о нем, когда она будет выполнять упражнения с мячом. Но если вот, например, смотреть на результаты чемпионата мира, то ее отрыв от чемпионки Алины Кабаевой поставляет 7 баллов. Представляете, какая разница? То есть это в каждом виде практически по 2 балла. Это Олеся Мануилова, которая тоже, в принципе, выступает вне конкурса, но всякое может быть. И если она, к примеру, выступит лучше, чем Ляйсан Утяшева или Инесса Гизикова, то будет выступать и завтра, когда пройдут финалы в отдельных видах. Все разыграются очки Кубка мира и медали Гран-при. Кубка мира и медали Гран-при. Олеся Мануилова родилась в Перми, но уже в 12 лет переехала центр олимпийской подготовки Ирины Винер. Вообще в этом центре очень много перспективных гимнасток. Они в основном все приезжают со своими тренерами и живут там в квартире, что неподалеку с олимпийской деревней. И тренируются в этом зале. И вот сейчас продолжит рассказ о молодых гимнастках и молодых тренерах Ромаз Чаурели, который пообщается с одним из тренеров Наташей Кукушкиной. Слово Ромазу. Спасибо большое, Наташ. И, Наташ, первый вопрос. Вот мы видели уже выступление двух наших девушек, Веры Сесиной и Олеси Мануйловой. Вот на фоне остальных, и Симоны Печевой, и Альмудену Сид, которые уже зарекомендовали себя как хорошей гимнастке на чемпионате мира. Вот как смотрятся наши молодые девочки? Наши молодые девочки смотрятся не хуже. Конечно, обидно, что Веру ранила обруч, но Олеси выступила просто прекрасно, я считаю, для первого раза. Очень хорошо. Ну вот вы работаете с маленькими девочками, которые потом идут в группу к Ирине Александровне Виннер. Каково это, готовить детей подрастающего поколения именно для Виннер? Есть ли какая-то специфика, или все так, как и у всех остальных? Нет, специфика, конечно, есть. Я работала сначала в Волгограде тренером, и работала с обычными детьми, которых очень много. А когда попала к Ирине Александровне, конечно, здесь отбираются дети только самые лучшие, с самыми лучшими данными, и самые умные, может быть, даже. И, конечно, из этого складывается своя специфика. И очень интересная работа получается, потому что дети очень много что могут. И тут самая главная задача тренера – показать, найти те моменты, которые бы выделили среди других девочек, именно тех детей, которые... Почему их взяли к нам? Именно потому что они лучше всех изначально. Ну, кстати, вот тех, вот, кого бы выделили вы. Ведь всем известно, что Алина Кабаева, когда была маленькая, она уже с самого начала подавала заявку на то, что она будет лучшей, на то, что она будет звездой. Сейчас есть ли какие-нибудь девочки, которые... Да, как раз у нас есть девочка Оля Пескишева, которая заняла уже первое место на чемпионате мира клубном в Японии среди юниоров. Я считаю, что эта девочка будет очень хорошей гимнасткой. А также вот сегодня, которые девочки выступали, ну, эти девочки маленькие, а которые сегодня выступали, как раз очень хорошо выступила Катя Капранова и как раз Юля Голубенко. Тоже новенькая девочка у нас, которая занимается только полгода. И она выступала на чемпионате России, на Кубке России в этом году и уже заняла 12 место. А неделю назад у нас проходило перенство России, где она заняла уже 5 место. Вот. А сегодня ее результат был настолько ошеломляющим для меня самой, что она вот заняла в первой смене второе место. Слушай, я вас поздравляю. Спасибо большое. И желаю, чтобы вот эти все надежды, которые сейчас возлагаются на девочек, они оправдались, и мы увидели еще мастеров величайшего класса, как Алина и другие девочки. Спасибо. Я передаю слово Наташе. Большое спасибо Рамазу Чаурели и Наталье Кукушкиной за интервью. А мы продолжаем следить за выступлениями гимнасток. Сейчас готовится к выходу. Уже выходит на площадку Инна Жукова, та самая гимнастка из Белоруссии, которая в многоборье заняла 8 место. Она была самой юной среди всех участниц финала чемпионата мира. В 15 лет она стала 8-й гимнасткой мира. Воронила кончик скакалки. Это ошибка, но несерьезная. Альба-каппионата. Воронила кончик скакалки. Воронила кончик скакалки. Воронила кончик скакалки. Звучит музыка. И в концовке не обмоталась скакалка вокруг ног, тоже судьи снимут за эту потерю. У Веры Сесиной ее окончательный результат 26,80. Оценка Мануэловой 26,291. На площадку приглашается Симона Пеичева. Оценка Инны Шуковой за первое упражнение 24,475. Гимнастки выполняют второй вид. Снова болгарка Симона Пеичева на ваших экранах. По результатам оценок первого вида она идет на втором месте. Почти две десятые она сцепила нашей Вере Сесиной. На третьем месте пока Олеся Манулова. КОНЕЦ КОНЕЦ До сегодняшних соревнований я разговариваю. Она рассказывала о каких-то мышечных проблемах у Симоны и даже пришлось ложиться в санаторий. Именно поэтому они не успели поменять никакую программу. Она выступает со старыми упражнениями. Ирина Ткаченко готова выступить с обручем. Белоруссия изначально пообещала, что приедет Юлия Раскина, серебряный призер Олимпийских игр. Юля после Олимпиады сделала операцию на голеностопе и очень долго не могла восстановиться. Долго срастались кости, потом были какие-то еще микроразрывы связок. И вот только сейчас она начала выступать на официальных соревнованиях. Начала выступать она на клубном чемпионате Италии и всего лишь с одним видом. В общем-то после такого долгого перерыва не стоит сразу же появляться на крупных соревнованиях, выступать в многоборье. Это трудно, во-первых, потому что был долгий перерыв. Во-вторых, потому что новые правила, с которыми Юлия еще никогда не выступала. И в-третьих, все-таки Юлия Раскина это имя, и нужно уметь поддерживать статус. Вот по подсчетам наших режиссеров Елены Ткаченко на третьем месте. Ну, уточним оценки, тогда сообщим позже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но вот в Белоруссии почему-то все время летят ноги. А по результатам первого вида Елена Ткаченко действительно на третьем месте. Вера Сейсина лидер после первого вида. А вообще то, что вы сейчас наблюдаете, называется началом нового сезона в художественной гимнастике. Потому что в этом году уже были международные турниры, но из крупных турниров вот этот вот Кубок Чемпионок, Кубок Мира и Гран-при, вот эта серия настоящих турниров в художественной гимнастике. Кубок Чемпионок Кубок Чемпионок Вот это был именной элемент для Айсану Тяшевой. Вера Сейсина большая умница. Видели бы вы, как она работает на тренировках, каким старанием. Есть гимнастки, которых нужно заставлять, постоянно за ними присматривать, говорить сколько нужно сделать прогонов. Вот Вера Сейсина не из тех детей. Что касается турниров, которые уже были в этом сезоне, то это были два соревнования в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе прошел турнир с таким сигаретным названием «Лос-Анджелес Лайс». И еще был, по-моему, чемпионат Белоруссии, который выиграла Елена Ткаченко. Это Юлиана Найденова с булавами. «Лос-Анджелеса просмотрела» Это был именной элемент Ирины Чащиной, равновесив спусканием на колено. Стоит он шесть десятых, а Ирина Чащина получает за него еще и шесть десятых у судей, которые оценивают оригинальность. Называется бригада А2. Потрясающие болгарские повороты. Сам в конце упражнения говорю болгарские, потому что вот такой стиль исполнения поворотов показывают именно болгарки. Еще пару слов о судьях, о судействе. В этом сезоне действуют старые новые правила, те правила, которые придумали в начале прошлого года. Есть несколько поправок. Одна из них такова, что если трудность, которую выполняет гимнастка, и та трудность, которую она заявила в карточке, не соответствует, то есть, например, заявила она трудности на 9,5 баллов, а на площадке выполнила лишь на 8,8, то за это ей снимают полбала. К тому же, вот если заявлен поворот на 720 градусов, нужно выполнять на 720, ни больше, ни меньше. Если меньше, то элемент не засчитают вообще. А если больше, то засчитают только те 720, которые заявлены. Вот эти вот поправки, они несколько мешают импровизации, что ли, на площадке. Но, в принципе, в гимнастике импровизации, как таковой, не существует. Все упражнения по несколько сот раз делаются на тренировках. В общем-то, каждое движение отработано до автоматизма. Субтитры создавал DimaTorzok Вот у второй белорусской гимнастки не обматывается скакалка к концу упражнения вокруг ноги. Именно Жукова подобную ошибку допустила. И вот Илона Осидовская. Вообще начало сезона, как правило, бывает несколько скомканным. В прошлом году сезон начинался соревнованиями в Киеве, Кубком Дерюгиной и этапом Гран-при, который следовал на следующий день. А вот в этом году нам удалось заиграть инициативу. И с этого года мы проводим первый турнир в сезоне. Ну, а скомканное это начало, потому что большой перерыв, который следует за последним стартом предыдущего года, как правило, не идет на пользу. К тому же большинство гимнасток пытаются поменять программу. И вот эти новые упражнения опробуются на соревнованиях. Как правило, бывает много ошибок и потерь. Аль-Мудена Ситта Стада. Аль-Мудена Ситта. Аль-Мудена Ситта. Аль-Мудена Ситта. Аль-Мудена Ситта. Аль-Мудена Ситта. Аль-Мудена Ситта. Олеся Мануйлова на ваших экранах с мячом. В Олесе долгое время любимым предметом была композиция с мячом под музыку Марикона из кинофильма «Однажды в Америку». Вот сейчас поменяли композицию. Взяли «Лебединое озеро», но, скорее всего, мяч и останется любимым упражнением. «Лебединое озеро» Это элемент Ляйсана Утяшевой с добавлением еще одного равнолесия. Посьма своеобразен принцип, по которому присуждают элементам статус именных. Потому что, например, вот этот элемент давным-давно начала делать еще Амина Зарипова. А в оригинальности добавляют его одной Ляйсан Утяшевой. Симона Пеичева выходит на площадку. Она не только каждый раз первая начинает с новым видом, но и первая идет по оценкам. Ее сумма сейчас 54,33 тысячных. На полтора балла меньше у Веры Сейсина. Она на втором месте после двух видов. На третьем месте Елена Ткаченко. На третьем месте Елена Токанова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однажды потеряла кончик в скакалке. Было упражнение на десятую, в остальном с предметом явных ошибок не было. Вообще, когда Мариата Дюкова рассказывала о том, что не удалось поменять композиции, она сказала, что это не старое упражнение, это новое упражнение, потому что мы добавили столько новых элементов. На площадку приглашается Аиля Крайцникова. А сейчас Елена Ткаченко выполнит упражнение с мячом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лена Ткаченко начала выступать за сборную. Приблизительно год назад как раз ее первый старт в качестве лидера белорусской сборной был в Киеве на Кубке Дерюгиной после Олимпийских выбор. Валерия Ваткина, которая раньше выступала за Белоруссию, уехала в Австралию. Юлия Раскина сделала паузу в тренировках из-за операции. И вот как раз тогда и начала выступать Елена Ткаченко. А это Вера Сессина, ее булавы. Вера Сессина на первенстве России во Владимире, который был в 20-х числах февраля, заняла первое место. Елена Ткаченко КОНЕЦ 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 ногах, что смотрится очень красиво, согласитесь. Конечно, не та амплитуде движений, но, что касается работы с предметом, то, пожалуй, это было самое оригинальное выступление. С испанцами, кстати, сейчас работает мама чемпионки мира Елена Витриченко, Нина Витриченко. Поначалу она работала только с Эстер Домингес, когда та бросила, она взялась и за Альмудену. Олеся Мануйлова с булавами готовится выйти на площадку. Ее первый тренер Ольга Ушакова. Вообще у Олеси самые длинные ноги из всех гимнасток мировой элиты. Сейчас еще, может быть, они кажутся чересчур длинными, потому что совсем недавно она переболела гриппом. И вот, может быть, еще есть какая-то болезненная подобавка. Субтитры создавал DimaTorzok И получился второй и третий поворот. Отвлеклась на ту булаву, которая была в воздухе, на которую в руке упала. Ну и вторая потеря уже, наверное, от нервов. Вообще, наверное, не совсем правильно говорить, что Олеся Мануйлова и Вера Сессина здесь выступают вне конкурса, потому что, в принципе, они заявлены в конкурсе. Они могут выступать, потому что это домашний старт. Но очевидно, что они не попадут в финалы, потому что Зарина Гисикова и Александр Тяшеву выступят, скорее всего, лучше. К последнему виду готовится Симона Пейчева. Мариата Дюкова желает удачи. Болгарка осталась на первом месте. Вера Сессина даже с потерей удержалась на втором. И на третьем Елена Ткаченко. Это попытка сделать элемент Ирины Чащиной. Бросок с акробатикой на полу. 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 Бросок с акробатикой на поле. Бросок с акробатикой на полн. Субтитрыppers Ать у вас charts CPF. Пригந Pay 있 careful. У вас нет никакого из 산еки и рап Rouслиб wspól не вывлечья марки. Ближе к концу упражнения были проблемы с равновесием. Сначала из заднего равновесия упала, затем в повороте не удержалась. Симона Пейчева заняла 4 место на чемпионате мира в Мадриде. И вот в свете этой дисквалификации она может получить серебряную медаль. Но Симона сказала, что мне эта медаль не нужна. Мне намного дороже мое 4 место. Елена Ткаченко выходит для заключительного выступления сегодняшнего дня. Завтра будут финалы. Вот еще одно оригинальнейшее начало. Зацепила булаву за резиночку полутапочка. До такого раньше еще никто не мог додуматься. КОНЕЦ КОНЕЦ Вроде бы были какие-то находки, интересные ловли. Начало упражнений, безусловно, запоминается. Но вообще, если говорить в общем, то почему-то у Елены Ткаченко не было еще ни одной композиции, которая бы запомнилась, которая была бы яркой, которая была бы именно ее композицией, с ее стилем. Какие-то поиски идут, и до сих пор вот ни одно упражнение не запомнилось. Вера Сейсина разлезала бантика в скакалке и стала использовать ее по назначению. КОНЕЦ КОНЕЦ По-моему, сгладила ошибку в предыдущем упражнении, вы имеете нелепые потери Булав. Вообще, вот если говорить о сборной России, то, безусловно, два четких лидера, Алина Кабаева и Ирина Чащина, до которых ни одной из гимнастов пока не добраться. Третий номер, яркий третий номер, это Алия Санутяшева. Она выступит в следующем потоке. Затем, наверное, Ольга Белова, которая на этих соревнованиях не выступает, потому что получила травму ноги. И затем, наверное, Зарина Гизикова. Вот так, по крайней мере, распределились тренеры и выставили ее вместе с Ляй Санутяшевой основными гимнастками, скажем так, сборной. А затем есть такой гимнастический пилотончик, где очень много одаренных гимнасток, и пока не ясно, которые из них выстрелят. Но пока, вот судя по последним стартам, больше всего перспективы пересесенной. Юлиана Найденова выполняет обруч. Юлиана Найденова Третий номер болгарской сборной Юлиана Найденова смазала концовку своего выступления. Вот это повтор того элемента, который получился. Ну, а потеря была нелепая, как это чаще всего бывает. Как правило, на сложных элементах идет предельная концентрация на каких-то ерундовых, которые даже не дают никакой сложности. Бывают ошибки. Юлиана Седовская с мечом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, это объясняется тем, что сейчас только начало сезона, и испанка не успела набрать необходимую форму, но что касается амплитуды движения, амплитуды прыжков и равновесий, то она стала намного хуже. На площадку приглашается Олеся Мануйлова. А может, это уже период такой начинается, когда сложно работать на необходимой амплитуде. Олеся Мануйлова со скакалкой. Сейчас будет композиция Дмитрия Бегака, который раньше составлял упражнения исключительно для групповичек, для гимнастов, которые выступают в групповом первенстве. Сейчас он занялся всеми нашими личницами, составил уже кое-что Алине Кабаевой и Ирине Чащиной, и вообще сейчас работает установщиком нашей сборной. Кабаевой и Ирине Чащиной Кабаевой и Ирине Чащиной Кабаевой и Ирине Чащиной Ну вот и закончились лучшие выступления первого потока. На первом месте осталась Симона Пейчева, на вторую, вторым результатом сейчас Елена Ткаченко. А в периоде у нас выступление двух лучших гимнасток России, двух лучших гимнасток Украины и интервью с Ириной Винер. Ирина Александровна, вот это неожиданное лидерство Ляйсану Тяшевой, как вы считаете, она готова к этому? Она мне говорила, что я не готова, и я очень нервничая. А вы как считаете? Я считаю, что каждая из них получила шанс, и не только Ляйсану Тяшевой. Точно так получила шанс Вера Сессина, которая сегодня очень хорошо выступила, Олеся Мануйлова, которая великолепная, красивая девушка, и Зарина Гизикова, которая имеет в своем упражнении много оригинальных элементов, которые дают ей возможность быть, как говорится, с бонусами. Поэтому у каждой появился шанс, и каждая теперь может показать себя. Я думаю, что этим ужасным случаем открылась дорога для тех, которые были все время в тени, и теперь они не могут сказать, что нас все время, мы стоим за спиной. Пожалуйста, они теперь стоят грудью, и пусть показывают себя, и я этому очень, в этом отношении я этому очень рада. Во-первых. Во-вторых, я рада, что это произошло, потому что они могли остаться инвалидами, если они продолжали бы пить эти пищевые добавки, они могли просто посадить себе сердце и почки, и стать инвалидами, и уже без дисквалификации закончить выступление в художественной гимнастике. Все, что не делается, все к лучшему. А для Алины Кабаевой и Ирины Чащиной, для них есть какая-то положительная сторона в этой ситуации? Для них тоже есть, в том смысле, что мы готовим уже программу на 2003 год, и в 2003 году ведь еще добавляется сложность и интересные движения с предметами, поэтому я думаю, что вот это время как раз они употребят на то, чтобы осенью показать, если даже с них не снимут до осени обвинения, то осенью они уже могут в сентябре выступать, и они смогут показать свою программу 2003 года. Обычно после Ляйсана Утяшевой, да, вот в таком неофициальном рейтинге российской сборной, стоит Ольга Белова. Я слышала, что у нее травма, и вот она не выступает только поэтому, или есть какие-то другие причины? Нет, Ляйса Белова выступает на этих соревнованиях, потому что у нее травма, о других причинах мы поговорим позже, когда пройдет травма. Расскажите, пожалуйста, почему решили возродить вот этот вот Кубок Мира, который будет завтра разыгрываться, и вообще, каков престиж будет? Он будет наравне с чемпионатом мира, или как? Да, это наравне с чемпионатом мира идет, потому что один год у нас проводится чемпионат мира для всех, а второй год проводится, второе двухлетие проводится Кубок Мира для самых лучших. Поэтому вот так получается, что вот эти соревнования Москва взяла, и Кубок Мира смог состояться. Если бы Москва сейчас не взяла эти соревнования, стран-претендентов не было больше, и Кубок Мира бы для художественной гимнастики не состоялся. Что касается чемпионата Европы, от него отказался Виторио, да, и Валья Долит. Во-первых, почему уже который раз отказываются европейские города от проведения чемпионата Европы, и когда мы сможем его провести, если Москва возьмется? Я думаю, что мы сможем провести его осенью, с одной стороны, а с другой стороны, ведь испанский город Мадрид провел соревнования, от которых отказалась накануне Австрия, Вена, и поэтому, наверное, Мадриду тоже сложно хватать соревнования одни за другими, и они отказались по финансовым соображениям. Хорошо, большое спасибо за интервью, а мы продолжаем смотреть соревнования. Выступает Зарина Гизикова. Начинается выступление второго потока гимнасток. Зарина Гизикова выходит на площадку с мячом. Кроме нее мы увидим Анну Бессонову, Тамару Ерофееву, Аляйсану Тяшеву и Алью Юсупову. Это, пожалуй, самые яркие выступления. Гимнасток второго потока, а сейчас Зарина Гизикова. Это ее именной поворот. Она в него получает шесть десятых на отбавке. Зарина Гизикова. Зарина Гизикова. Вот это еще один именной элемент, вот это вставание с турляном, оно стоит девяти десяток в оригинальности. В оригинальности можно максимум набирать балл, видите, у Зарина за два элемента получается полтора. Завалило равновесие. Зарине Гизиковой 16 лет, в этом году должно исполниться 17. Родилась она в Уолоке-Кавказе, начинала тренироваться у Альбины Николаевны Ивановой. Такое вот имя-отчество присущее тренером в художественной гимнастике. Анна Бессонова тоже тренируется у Альбины Николаевны, но Дерюгиной. Она сейчас на площадке с булавами. Вообще украинки очень серьезно подошли к этому сезону. Они поменяли все композиции. Причем для всех упражнений подобрали очень серьезную музыку, которая соответствует настрою этого сезона. Тихо-Кавказе Анна Бессонова выполняет турлян Ольги Беловой, которую вы только что видели. Потеря была. Неудачно бросила булавы и передумала делать прыжок. Но заметно было, что он был запланирован. Не самое хорошее начало для турнира. Но вообще, вчера, например, здесь было опробование. И чисто практически никто не делал упражнения. И у наших валились предметы из рук. И украинок. Вот здесь потеря была на броске. А вот этот вот турлян, который я рассказывала, он действительно очень сложный. Его, вот, у Анны Бессонова, и много кто пытался повторить, но ни у кого он толком не получался. Стоит он целый бал. А Ольга Белова, как автор этого равновесия, получает еще и бал за оригинальность. Это испанская Каролина Родригес. Почему-то не приехала Дженнифер Каролина, которая выступала в финале чемпионата мира. Была там 15-я. Вместо нее вот мы видим Каролину Родригес, которая в финал чемпионата мира не отобралась. В принципе, сложный, конечно, элемент, вот этот вот турлян в заднем равновесии. Но с ее амплитудой он не засчитывается как сложно. Это больно, конечно, тем более в 15-летнем возрасте, но надо тянуться, надо растягиваться, иначе по современным правилам невозможно выполнить ни один элемент. На площадку приглашается Томара Ерофеева. Отчетка, отчетка, отчетка 25-35. На ваших экранах и это тоже будет новая композиция. Нет, прошу прощения, гладиаторы решили оставить украинке. Томара Ерофеева. А вот это был именной элемент Томара Ерофеева и поворот с выходом в равновесие. Множество сложных и красивых элементов, но эта композиция уже отработана практически до автоматизма. И повезло Тамаре, что вот такая жеребьевка, и она именно с обруча начинает. Вообще, несмотря на то, что публики действительно мало, вы слышите, что это уже действительно горячие аплодисменты, и не знаю, кто придумал эту вражду между украинской и российской школой. здесь пожалуйста аплодирует Ерофеевой на кубке Дерюгина, и все визжат, когда выходят Кабаева и Чащина. И вообще, Тамара Ерофеева в интервью сказала, что вот ту медаль золотую, которую собирались отобрать у Кабаевой, она не возьмет. Это Элизабет Пайсиева, болгарская гимнастка, причем с пластикой, абсолютно нетипичной для болгарской школы. Она очень пластичная, очень подходит для ее композиции медленная лирическая музыка. В прошлом сезоне она делала мечик под музыку Ирины Чащиной. Сейчас выбрала восточный стиль. Играет музыка Элизабет Пайсиевой всего 15 лет Она вторая гимнастка Болгарии Но что касается по сложности элементов, которые она выполняет То она значительно слабее Симоны Пейчевой На чемпионате мира, например, она отдала от нее на 9 с лишним баллов Был на повторе нечисто выполненный поворот Ляйсян Утяшева Ляйсян Утяшева Эти аплодисменты предназначены ей На данном этапе это лидер нашей сборной Ляйсян Утяшева тоже поменял абсолютно все свои композиции к этому сезону Не сумела зажать булаву Ляйсян Утяшева Ляйсян Утяшева Ляйсян Утяшева Чеменной элемент Алины Кабаевой Прыжок в захват ногей Что ж такое валится-то? Вот этот вот поворот на животе выполняет только Леосян Утяшева и получает за него надбавку в полбала. Вот что касается ошибок, то были две маленькие потери. Судьи за них снимут по десятой за каждое. Но, в общем-то, это вполне объяснимо. Потому что вы представьте, что Леосян Утяшева до этого всегда выступала вторым номером или третьим номером. Однажды она вместо Ирины Чащиной выступала на гран-при, в другой раз она выступала в команде на чемпионате мира в Мадриде. Но всегда она была за спинами тогдашних наших лидеров. И было, конечно же, волнение, но это было совсем иное волнение и совсем иная ответственность. А сейчас эта история дисквалификации до последнего была неясна. И до последнего никто не верил, что все-таки не разрешат выступать Алине Ире. И вот в интервью перед турниром Леосян призналась, что я, честно сказать, не готова быть первой в гимнастской стране. И очень сильно нервничаю по этому поводу. Алия Ясупова на ваших экранах с мячом. Первая гимнастка Казахстана засветилась на международных стартах год назад. В начале прошлого сезона на Кубке Дерюгиной. Вот с тех пор с каждым новым выступлением все больше и больше шокирует публику. Одна десятая минус. Вот это, в принципе, элемент, который у непросвещенного зрителя может вызвать шок. Классную концовку придумали они с тренером Яной Аренсовой. И вообще у Алии множество элементов, которые могли бы называться ее именем. Вот до сих пор в техкоме Фиш не присвоили ни одного, ни за один элемент не присвоили оригинальность. До сих пор неизвестна оценка Ляйсану Тяшевой. Но пока Зарина Гизикова на втором месте проигрывает только Тамаре Ерофеевой. Сейчас она приняла начальную позу упражнения с булавами. Это, кстати, ее самое любимое упражнение. КОНЕЦ 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 Вчера на опробовании никак не получалась вот эта концовка с ловлей булавы ногами. А вот сейчас вы видели, как четко булава летела. Вообще, что касается сложности, то очень много интересных связок. Комбинации упражнений. Сначала с рукой, потом без руки. Очень много поворотов с переводом ноги из положения в сторону, в положение назад и так далее. Очень хорошие данные. Причем, вот у Зарины есть две сестры, которые тоже занимались художественной гимнастикой. И старшая сестра Инессы Гизикова была тоже очень приличной гимнасткой. Чемпионкой России, к примеру. И вот она была в большей степени техничная, нежели мягкая и пластичная. Вот у младшей сестры совсем другие данные. Сейчас пригласили для совещания судей. Не исключено, что это связано с оценкой Лейсана Утяшева. Тем временем соревнования продолжаются. Каждый предмет оценивает новая бригада судей. То есть те, что судят булавы, не судят скакалку. Вот еще один вид, который не поменяли украинке. Мы видели, уронила скакалку. Задумано было поймать ее под ногой во время прыжка. Задумано было поймать ее под ногой во время прыжка. Задумано было поймать ее под ногой во время прыжка. Задумано было поймать ее под ногой во время прыжка. Задумано было поймать ее под ногой во время прыжка. Кстати, Ирина Винер, когда предложила только вот эти вот купальники с юбочками, она даже и не предполагала, что это станет самой настоящей гимнастической модой в ближайшие несколько сезонов. Если поначалу мало кто выходил по выступлению в этих костюмах, то сейчас подобные купальники есть практически у каждой гимнастки. Бригада, оценивающая технику, была бы, пожалуйста, бригада правила. Да, это, конечно же, совещание по поводу оценки Ляйсяну Тяшевой. Вообще гимнастика, как и любой субъективный вид, построена на каких-то стереотипах. И если гимнастка некогда заявила о себе, где-то была чемпионкой, что-то выиграла, ей, конечно, проще поставить высокую оценку, чем пусть и талантливой, пусть и одаренной, но молодой гимнастке, которая еще нигде ничего особенного выиграть не успела. Но Ляйсян Тяшева, кстати, стала чемпионкой мира в команде, на чемпионате мира в Мадриде. Кстати, вот с этими медалями в командном первенстве пока ничего не решили. И Ляйсян сказал, ну, не сказали же нам вернуть эти медали. Значит, все в порядке, значит, мы чемпионки мира. Вообще, эта история с дисквалификацией очень непонятна, потому что, в принципе, за применение допинга должны дисквалифицировать на два года. А здесь всего лишь на год, и непонятно почему. Возможно, это что-то между казнить и помиловать. А соревнование продолжается. Это Каролина Родригес из Испании. Уполняет упражнение с обручем. Вот такой Турлян в заднем равновесии у нас, кстати, выполняет на настоящей, на полноценной амплитуде Ольга Капранова. Она сегодня выступала в утреннем потоке. И заняла только девятое место. Кстати, на пресс-конференции перед соревнованиями Ирина Винер очень расхваливала Ольгу. А когда ее спросили, а как же сестра, а как же Катя, она сказала, а Катя хуже. Ну вот, по результатам сегодняшнего дня получилось, что Катя лучше. Катя выиграла в этом утреннем потоке. И если интересны другие результаты, то на втором месте оказалась Юлия Голубенко, воспитанница Натальи Кукушкиной, которая сегодня давала нам интервью. На третьем месте Сайна Живорницкий, американская гимнастка. Далее Елена Посевина, Динара Гематова. Следующая наша гимнастка Светлана Путинцева, которая стояла в чемпионской сборной групповых упражнений. Прошлогоднего чемпионата Европы для юниорок. И вот Ольга Капранова только на девятом месте. По-прежнему ждем оценки, оценку Ляйсану Тяшеву и смотрим выступление Тамары Ерофеевой с мячом. Ляйсану Тяшеву Ляйсану Тяшеву и смотрим выступление Тамары Ерофеевой с мячом. К сожалению, это многоборье. Эта оценка очень важна для общей суммы. Посмотрите, какой сложный элемент в конце упражнения. Бросок мяча, два солнышка и ловля на полу без зрительного контроля. Получается идеально, какой-то элементарный подброс коленом. Не получается, и мяч вылетает за площадку. Оценка Бессоновой 26,875. На площадку приглашается Елизавета Моисеева. 27,9% получила Ляйсан за упражнение с булавами. Она уступила только Тамаре Ерофеевой. Но сумма двух видов у Тамары будет с этой потерей уже не чемпионской. Это скакалка. Позиция составленная Дмитрием Бегаком. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрием Бегаком. Субтитры создавал DimaTorzok Алия Юсупова Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрием Бегаком. Дмитрием Бегаком. Дмитрием Бегаком. Дмитрием Бегаком. Дмитрием Бегаком. Дмитрием Бегаком. Зарина Гизикова выходит на площадку с третьим видом по итогам двух упражнений. Она на первом месте, но по-прежнему оценка Лейсаны Тяшевой неизвестна. КОНЕЦ Бросок ногой, который Ирина Винер составляет в упражнении многим своим гимнасткам. Впервые его выполнила Амина Зарипова. Если раньше он был просто декоративным украшением упражнения, то теперь это плюс две десятые за оригинальный кроссов. Зарина Гизикова Победительница Всемирных юношеских игр и обладательница Кубка России прошлого года. В принципе, в российской сборной в таком неофициальном рейтинге она числится под четвертым номером. В связи с тем, что Ольга Белова засела с травмой ноги, она сейчас попадает в сборную Анны Бессонова. КОНЕЦ КОНЕЦ Жюсер трансляции, к сожалению, не уловил это лебединое движение рук. Во время равновесия очень красиво смотрелось. Много сегодня потерь, конечно, но вот это, что называется, первый старт в сезоне. Что касается образа, то, безусловно, это очень удачно. И вот с тех пор, как ушла из спорта Юлия Барсукова, у нас не было еще лебедя. Вот, по-моему, Анне Бессоновой этот обруч подходит. Вообще, украинки стараются подбирать такие лиричные композиции. Тамара Ерофеева, видно, расстроилась очень после потери в мяче. И, к тому же, еще и упражнение, оценку ее изменили на 23,633. Сняли еще полбала с первоначального результата. Сняли еще полбала с первоначального результата. Сняли еще полбала с первоначального результата. Тамара Ерофеева умеет собираться. Вообще, вот, как проверкой на собранность можно считать тот случай на чемпионате Европы 2000 года, когда она приняла начальную позу упражнений со скакалкой в равновесии и ждала больше двух минут, пока включит ее музыку. Когда музыку все-таки включили, она выполнила упражнение идеально. Что касается оценок на данном этапе, то все получается очень запутанно. И невозможно сказать, кто же потенциальный лидер по сумме двух упражнений, в принципе, лучше всех за Арина Гизикова. Но, с другой стороны, нет еще оценки Ляйсан Утяшевой. И Тамара Ерофеева тоже плохо выступила. Что она делала вторым видом у нас? С мячом. Мяч она роняла. Обруч под цыганскую музыку. Это потеря, так не задумано. КОНЕЦ КОНЕЦ Полвала будет стоить эта потеря выхода за площадку. Не было. Ляйсан Утяшевой, кстати, тоже есть травма, которая, возможно, дает о себе знать. Видите, перекат. Вот, по-моему, все-таки был выход обруча за пределы площадки. Посмотрим. Таким образом закончились все выступления третьего вида программы. И Алия Юсупова открывает последний вид со скакалкой. КОНЕЦ 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 Действительно сильные мышцы спины у Алии Юсуповой. Вы видите, эти равновесия она делает без помощи руки. Спросить гимнастку из какой-нибудь страны, где не сильно развита художественная гимнастика, она даже с помощью руки с большими стараниями сделает этот элемент. Ускакала на самый край площадки и чуть не пересекла красную ленточку. Надо в техкомфиш написать какое-нибудь письмо возмущенных болельщиков, потому что болельщиков в Казахстане в основном, потому что Алия Юсупова выполняет столько элементов уникальных, и ни один из них еще не называется ее именем. Безобразие. Зарина Гизикова в последний раз до сегодняшний день выходит на площадку универсального спортивного зала «Дружба». Она выполнит упражнение с обручем, а после трех видов в лидерах Ляйсану Тяшева. На бал она обгоняет Анну Бессонову, которая вторая. И на третьем месте Тамара Ерофеева. Прошу прощения, конечно же, в лидерах Зарина Гизикова она так высоко поднялась в этой таблице, что обогнала даже некоторых гимнасток из предыдущего потока, у которых обозначена сумма за все четыре вида. Она первая, на втором месте Утяшева, и на третьем Бессонова. КОНЕЦ ФИЛЬМА Конечно же, Зарина Гизикова первая, потому что она единственная из лидирующих гимнасток, из фаворитов этого потока, кто не уронил предмет ни разу. И вот так вот гимнастка, которая была в сборной пятой, неожиданно получает шанс выступать на престижном соревновании и выходит в лидеры. Но это только третий вид. Соревнования еще продолжаются. Тамара Ерофеева выходит на площадку. После трех видов у нее четвертый результат. От Анны Бессоновой отделяет ее полбала. В принципе, вот сейчас ситуация, напоминающая чемпионат мира, когда в многоборье она шла на четвертом месте, а затем вышла со скакалкой и забралась на третью строчку. Сейчас эта ситуация уже точно не повторится. Видите, уже как она возвращается на ковер, уже продолжать дальше не хочется. Но вообще, конечно, это рекорд крупных потерь, чтобы столько предметов вылетал за площадку, тем более одной гимнастки. А вообще, кстати, вот если бы кто-нибудь из операторов подал ей скакалку, то за это бы сняли еще полбала. КОНЕЦ Сегодняшний день, конечно, уже потерян. К тому же в завтрашних финалах не получится участвовать со скакалкой и мячом, потому что в финал гран-при по переписанному регламенту соревнований попадает только одна гимнастка. АПЛОДИСМЕНТЫ 28-125 выставили Зарине Гизиковой. Она обгоняет по сумме болгарку Симону Пейчеву, которая была лидером в первом потоке. А сейчас последняя участница сегодняшних соревнований Ляйсан Утяшева. Это, безусловно, самое хитовое ее упражнение, составленное под крейцеров сонату Бетховена. Очень много интересных находок в работе с мячом. Вот этот удивительно красивый перегат. Это надбавка за оригинальную работу предмета. КОНЕЦ КОНЕЦ ПАЛОС РАВНОВЕСИЯ Вы представляете, какие колоссальные нервы после всего, что было в обруче. Итак, все оценки подсчитаны. Зарина Гизикова стала чемпионкой Кубка Белкомнефть. Симона Пеичева уступила ей 4 балла и стала серебряным призером. На третьем месте Анна Бессонова. Ляйсан Утяшева получила очень маленькую оценку за мяч. 25-0.25 и оказалась лишь на четвертом месте. Далее Вера Сессина, Тамара Ерофеева, Елена Ткаченко, Алия Юсупова. Дальнейшие результаты у вас на экранах. Завтра здесь же будут финалы в отдельных видах. первый этап Гран-при и третий этап Кубка Мира. Спасибо вам за внимание к художественной гимнастике. Ваш комментатор Наталья Пакуева. Увидимся завтра.